Всем привет! Ну что, все уже видели эту рекламу от МТС, где они предлагают совершенно на легальных условиях самим новым абонентам перейти в МТС. Но можно также и с сохранением номера, что в принципе предложил я всем нашим в семье. И сейчас идет полная миграция. Но они естественно звонили, они естественно предлагали более лучшие условия, так сказать. Но эти условия вовсе не такие уже и хорошие, которые они предлагали. Именно поэтому было принято решение все-таки переходить на МТС. Посмотрим, что будет дальше. Но в крайнем случае поборов таких не будет, как раньше у них. И это уже давным-давно на МТС. Плановая дата переноса 2 января 2022 года. Для отказа нажмите 1. Вопрос по счетам нажмите 1. Узнайте, как выгодно пользоваться интернетом в Крыму. Нажмите 2. Тарифы нажмите 3. Рассетки по янкам по миру. Нажмите 4. Ноль. Нужна помощь специалиста? Нажмите 0. Обратите внимание, все разговоры с оператором записываются. Специалист ответит вам через 4 минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... СМС-ки про зачисления есть? СМС-ки про зачисления есть? Кого могу обращаться? Марина. Марина, очень приятно. Сейчас проверяю информацию. Могу только подсказать информацию о начислениях за предыдущий расчет на период уже 12 ноября, 15 декабря. Ну, смотрите, там у меня было начисление 8 ноября, я положила 200 с чем-то, там рублей 250 с чем-то, да? Потом 5 декабря я положила 400 рублей, 25-го 250 рублей, там 250 с чем-то, и сейчас я еще 100... 200 рублей. Почему у меня такие суммы выходят? У меня нет никаких бесплатных подписок, никаких платных звонков. Почему у меня такие деньги уходят, если у меня тариф 400 рублей в месяц? Вижу информацию, то, что начисление, пополнение по этому номеру телефона в этом месяце было 2. Ну, вот первое, 5-го числа, правильно, 200 с чем-то рублей? А, нет, все информируют. Было 5-го числа 400 рублей, но это вы оплачивали в предыдущий расчетный период. 150 рублей, 250 рублей, это тоже 400, фактически это вы оплачивали в счет, который был выставлен вот только-только, после 15 декабря в течение 3-5 дней. И сейчас вы пополнили 28 декабря 200 рублей за этот расчетный период уже, который на данный момент идет, а вы выше сейчас переносите. То есть в этом месяце, получается, я заплатила 250, 150 и вот сейчас еще 200, правильно? В этом месяце, фактически, вот за этот месяц, 16 декабря, 15 января, вы оплатили на данный момент 200 рублей. За прошлый месяц вы оплатили 400, это за период 16 ноября, 15 декабря, и за период 16 октября, 15 ноября вы тоже заплатили 400 рублей. То есть, получается, вот это последнее пополнение, это я, ну, как наперед, получается, заплатила, верно? Да, потому что переход, вы оплатили период 16 декабря, 27 декабря, потому что у вас переход завершается, это промежуток сейчас, потом еще финальный выставится, когда переход фактически произойдет. А за что выставиться еще финальный, не понимаю? За период 27 декабря, последнее число действия тарифного плана номера. Так, а сейчас я что заплатила? Промежуточный счет. Который, ну, до момента перехода. Нет, не до момента перехода, до момента выставления. А он выставляется в момент, не в момент перехода, а вот, когда переход начинается, в середине, условно говоря, перехода, он выставляется, это промежуточный счет. А потом уже, когда переход завершается, уже выставляется финальный. Вы знаете, очень хочется матюкаться, мне кажется, меня где-то обманывает, вот честное слово. Марина, у вас постоплатная форма оплаты, на предоплатной форме оплаты все было бы по-другому. Так вот на постоплатной я заплатила 250 рублей, и сейчас еще 200 рублей, и мне выставят еще один счет. Что за бред, я не понимаю. Вы заплатили 250 рублей не за этот месяц, а за предыдущий. Нет, подождите, я эти 250 рублей заплатила 25-го числа. То есть это получается... Они ушли в оплату предыдущего счета, который выставлен по 15 декабря. А сколько приблизительно тебе надо будет еще доплатить? Сколько примерно мне надо будет еще доплатить на момент перехода? Точную сумму я сейчас вам назвать не смогу, могу только приблизительно вам подказать. Давайте приблизительно. Рублей 30, может быть 40. Но я приблизительно вам все твою. Все хорошо. Поскольку я поэтому все и уводила с вас. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Я заплатила 400 рублей. Там у нас идет постоплатный состав. Я заплатила 400 рублей. Это получается типа за ноябрь. Потом мне 150 рублей начислили за то, что я прошла опрос. И я заплатила еще вот 25-го числа еще 250 рублей. И сегодня я заплатила еще 200 рублей. И когда я буду переходить, я еще должна буду заплатить. А у тебя на секундочку 400 рублей в месяц. Для шанс финальный. А должна платить 400 рублей в месяц. Никаких платных подписок, никаких платных звонков. А плачу непонятно сколько. Хорошо, я объясняю это. У нее просто постоплата идет. Это у вас за тот месяц, а это за этот. А сейчас вам начислили за вот это время до перехода. Но это промежуточный, окончательный еще будет на момент переход. Блядь. Ну а тут смотри. Вот допустим, ты переходишь 2-го числа. Каждый месяц 2-го числа тебе нужно будет закидывать 250 рублей. Не закинуло, не пользуешься. У меня раньше по предоплате. Как раньше у меня такое было. У меня предоплата. Да, положила 200 рублей, например, я не помню сколько. Пока не выговорила. Выговоришь все, да. А здесь... И больше не закидываешь. Никто ты никогда никаких платных. А сейчас мы на постоплатье. То есть получается, мы пополняемся непонятно какого числа. И непонятно на сколько. Раньше у меня было каждого 3-го числа я платила. У тебя каждого 1-го было, у меня каждого 3-го. Каждого 3-го числа я знала, что мне надо положить деньги на счет. Иначе я не смогу разговаривать. Здесь, бля, то 13-го, то 18-го, то 15-го, то 28-го. И все время платить деньги. Ну, теперь будет проще. И главное, что не спроси. А все из ответа. Мы все правильно платим. 400 рублей. У нас получается уже 700 рублей, или что, я не пойму. Ну, вы должны, да. У тебя, получается, я там посмотрела, у меня последняя оплата по тебе была в ноябре месяце. То есть в начале декабря мы за счет тебе не платили в этом месяце. А сейчас уже конец. То есть нам надо заплатить вот это вот за ноябрь и уже за декабрь. А потом вам тоже счет выставят, и вам надо будет доплатить. Тоже постоплата у тебя еще будет одна.